По моему мнению, лучшая бюджетная индукционная паяльная станция, которая действительно стоит своих денег. Станция в работе уже долгое время, поэтому обзор на товар, проверенный временем. Для начала небольшой экскурс в отличие и преимущества индукционной технологии нагрева жала паяльника. Кроме того, на сегодняшний день существуют два принципиально разных алгоритма контроля температуры жала, контроль термопары плюс ШИМ регулирования и контроль через точку Кюри, патентованная технология используемая в станциях Мэткол. Плюсы и минусы этих технологий с точки зрения маркетолога можно расписать на пару страниц, повернув в выгодном свете ту или иную, я постараюсь выделить основные тезисы. Классика, термопара плюс ШИМ, самый главный плюс универсальность. Я могу выставить абсолютно любую температуру жала и она будет поддерживаться. Причем для любого жала. Минус, чуть хуже температурная стабильность, которая все равно будет на порядок лучше классических паяльников с обычным нагревательным элементом. Мэткол, точка Кюри, самый главный плюс, высочайшая термостабильность и компактность, индукционные паяльники от Мэткола самые маленькие. Самый главный минус, каждое жало настроено исключительно на свою температуру. Невозможно жало на Т равно 215-100 каким-либо образом заставить работать на Т равно 230-100, поэтому вам потребуется каждый тип жала покупать на каждую планируемую температуру работы. Отдельным пунктом следует рассмотреть стоимость владения. И станция и жало от Мэткола могут заставить продать последние трусы. Оригинальное новое жало стоит, если мне память не изменяет, от 50 евро за штуку. Станция тоже не из дешевых, поэтому в основном Мэтколовцы покупают неработающую Б. Шкур станцию на Ебее ремонтируют, переделывают под наше напряжение сети, а жало покупают переточенное Б. На том же Ебее, с неизвестным оставшимся ресурсом. Для меня уже около 15 лет оптимальным решением являются станции от китайского производителя КВИК, они делают хороший, качественный и надежный сегмент, я не тестировал остальную их продукцию, потому вот прямо за все, не скажу, но список ниже прошел через мои руки и могу советовать. За это время я длительное время пользовался, паяльники, КВИК 202 500, КВИК 3202 Est, паяльные фены КВИК 957 ДВ, КВИК 861 ДВ, паяльные станции, фен плюс паяльник, КВИК 713 Est, КВИК 712 Est. Сегодня я покажу внутрянку КВИК 3202 Est, его мелкую модификацию и отличие от остальных из списка выше, а также отличие продаваемых, так как оказалось, что китайский эконом не спит. Звездочка-станция у меня в пользовании уже больше года, а обзор я планировал делать сразу. Но все не доходили руки, поэтому фотки будут новой станции, хотя по факту она уже очень давно используется с модификациями, что важно в режиме полноценного рабочего ритма. Звездочка-ссылка на похожий лот, моего уже нету и хорошо, об этом чуть ниже. Упаковка-станция поставляется в добротной картонной коробке, в которой каждый компонент уложен в индивидуальный отсек ложемента из вспененного полиэтилена. Сверху также укрыта второй половиной ложемента, на фото отсутствует. Внимательный взор уже может увидеть некое отличие, которое основательно меня расстроило, впрочем это было отражено в цене лота, я свой покупал значительно дешевле около 130 долларов, а именно, другая модель паяльника. Об этом я подробно опишу ниже. Итак, вся комплектация представлена на этом фото, станция, паяльник, подставка, вискозная губка для чистки жала и резиновая прихватка для смены горячих жал, фан-анфас и прочие портреты XD. Расчлененку спрячу под спойлер. Не потому что 18+, а просто много фоток, чтобы не ломать повествовательную часть обзора. Дополнительная информация, теперь о грустном. У паяльников Квика есть два разных способа крепления жал, и соответственно два подхода их замены. Один, классический, люкеев ксик под гайку, он реализован во многих их моделях недорогих паяльников и в станции Квик 712. Название ручки, паяльника Квик 901 и. Два, быстросъемный, жало-картридж просто вставляется до щелчка, а при смене, просто стягивается. Используется в премиум классе, комбайне Квик 713, моем первом Квик 3202 да, это мой второй 3202, первый использовался 8 лет назад и был продан по личным причинам, и позже еще в нескольких моделях. Название ручки, паяльника Квик 901Б и Квик 901С, отличаются максимальной пиковой, мощностью индукционной катушки, очевидно, что ожидал я быстросъемный вариант, так как уже с ним давно работал, да и в принципе гайковый способ неудобен и долог, а получил именно его, под гайку. К тому же у меня уже были куплены полтора десятка рабочих и запасных жал именно для быстросъема. К счастью у меня был запасной паяльник Квик 901С, который я купил очень давно для 713 Квика и который мне так и не понадобился. Но и тут меня ждал облом, 901А от Би и Си отличаются не только жалами, но и электроникой. 901А это просто переходник с датчиком покоя, то есть, внутри паяльника нету никаких электронных компонентов, только датчик и провода к термопаре, катушке и провод заземления. А в 901Би, Си присутствует полноценная печатная плата с усилителем термопары, с компенсацией холодного спая и формирователем шины, то есть, данные с датчика передаются в станцию по мехозащищенным способам. 901А, 901Си. Первым делом я попробовал в лоб заменить паяльники в надежде на то, что станция определит тип паяльника и подхватит новый протокол связи. К сожалению, это не удалось. Дальнейшие поиски привели к пониманию того, что действительно существует два ревизии станции 3202, которые отличаются паяльниками, прошивкой главного процессора передней панели. Я смог найти пинаут сервисного разъема и смог снять прошивку своей станции, но нигде не удалось найти прошивку станции под 901Би, Си паяльник. Для читателей Музьки я оставлю ссылку на архив. КТП ТСДС, Драйв, Гугл, Ком, Файл, Ди, 1,7 секунд, 2,53 шосс, Скал, 80, Калкфа, 40, Окс, Икси, Вью, АСП равно Шерень, там найдете всю необходимую информацию для бэкапа дампа с родного процеа и заливки альтернативной прошивки. Внимание, я не проверял программирование контроллера этой станции, я только снял свой бэкап и не гарантирую его роботоспособность. Также я не знаю, заработает ли мой бэкап на вашей станции и без понятия не залочен ли ваш МК от чтения прошивки. Все манипуляции вы делаете на свой риск. После неудачи с полноценной заменой я заменил только узел крепления самих жал. Узел индукционного излучателя и термопара у обоих версий одинаково, поэтому мне нужно было заменить только фиксацию жала, это небольшая деталь которая просто накручивается на основание ручки. Да, это не добавило мне цифровую температуру и стабильность показаний, но как показала практика в работе это малокритично, но все-таки заметно, стоит признать этот факт, паяльник а более инерционный, чем с мозгами. Да, я не сказал ничего о режимах и ТТХ станции. Не думаю, что они могут что-то сказать человеку не работавшему с индукционками. Дело в том, что 60ВТ индукционного паяльника это совершенно не то же самое, что 60ВТ керамического нагревателя. Там где 60ВТ керамика будет примерзать 60ВТ индукция едва заметит сопротивление. Нужно поработать, чтобы сравнить разницу. Единственное, на чем бы я хотел акцентировать внимание, у 3202 как и у 713, в отличие от 712, есть режим памяти на три ячейки, что весьма удобно. Доступ к пресетам, нажатие на звездочку по кругу, то есть, каждое последующее нажатие активирует следующий пресет, закольцовывая их. Плюс станция запоминает последние использованные параметры перед выключением. Диапазон уставки температур, до 450С, и поверьте, вы никогда не будете использовать Т даже 400, так как индукция емко позволяет комфортно работать при более низких Т, чем классика. Пара слов, об отличии с Quick 202 500, которую многие считают своего рода иконой и на которую ценник имхуд держится очень завышенным именно из-за спроса. Да, 202 я действительно была прорывом для своего времени, и да, тот, кто пересел на 202 после Люкия, будет ее боготворить и в ряд купит что-либо еще. Но по сути она проигрывает 3202 по всем параметрам. Жало значительно дороже, внешняя термопара, вопреки маркетинговым лозунгам, работает хуже чем в 32002, сама ручка менее эргономична, станция требует температурную калибровку после каждой смены жала. В остальном по функции аналу они подобны. Теперь о небольшой доработке. Единственным минусом 3202, но кроме подсунутой версии с жалами под гайку, можно назвать громкий вентилятор. Для охлаждения инвертора применен мелкий шумный кулер, который китайский гений включил на постоянную работу на полной мощности. Да, у него нету такого понятия, как регулировка оборотов или включение по необходимости. В станции за 100 плюс баксов пожалеть два ножки МК, или несколько мелких СМД деталях, для контроля температуры и управления кулером, это крайне неразумно. В итоге гул вентилятора генерирует в голове четкое решение вбить в него гвоздь уже после пары недель работы. Вначале я решил провести анализ нагрева станции, может быть она действительно так сильно греется, что необходим постоянный интенсивный режим. Но облепив модули термопарами я увидел, что ничего никогда не нагревается выше 60-100 в моем режиме работы, а работает станция порой и по 10 часов не выключаясь. Поэтому первоначальная идея с реобасом, регулировкой скорости оборотов, была заменена на схему периодического включения по надобности. Для чего были приобретены механическая терморелия на 60 секунд с нормально разомкнутыми контактами, через которые запитан кулер и аварийный терморазмыкатель на 75 секунд с нормально замкнутыми контактами, через которые идет сетевое питание на устройство. За год работы на станции ни разу не сработало ни одно реле, ни для включения вентилятора, ни для аварийного выключения станции. Тишина стоила мне совсем недорого, выводы. Индукция ионки не могут конкурировать в ционовом диапазоне дешевых люкеев или Т12 за 5-20 баксов, вторым паяльником я и сам держу дешевую Т12 для выездов и просто как резервный паяльник, но использую его только в крайних случаях, так как по комфорту индукция ионка на порядке лучше. И я долго не решался на обзор именно по этой причине. Но видя как народ покупает и нахваливает всякие дизайнерские паяльники, камень в сторону ТИС стоя им подобных извращений, все-таки решился, так как при том же, то есть, среднем ционовом диапазоне работы индукционным паяльником это тот кайф, который должен испытать каждый паяльщик. Надеюсь обзор был полезен. Звездочка традиционно извиняюсь за возможные грамматические и стилистические ошибки, давно проживаю в другой языковой среде. Если что, пишите в личку, исправлю. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...